Глава 6.6. Пространственный лак Матрица пространственных весов соседства позволяет совершать статистические операции со структурированными в пространстве наблюдениями. Базовая векторная переменная пространственного анализа, пространственный лак, сумма или средняя для нормированных весов значения показателей в соседних ячейках. Медианный пространственный лак, соответственно, это серединное число в ряду чисел, описывающих показатели в соседних ячейках. Для стандартизированных весов, в которых сумма каждого ряда равна единице, стандартизированный пространственный лак представляет собой среднее взвешенное значение показателей в соседних ячейках. В некоторых случаях в расчет пространственного лага включается также значение в самой анализируемой ячейке. При вычислении пространственного лага с матрицей соседства, полученной с применением метода обратных взвешенных расстояний, значения будут делиться на расстояния между наблюдениями, при этом коэффициент альфа может равняться одному для типовой ситуации или двум, если стоит задача показать экспонентный рост веса расстояний. Рассмотрим показания пространственного лага по доле голосов за Трампа в 2016 году на Манхэттене с применением трех отобранных нами матриц пространственных весов соседства. Заметим, что на самом острове кандидат получил только 9,9% голосов. Проанализируем полученные результаты. Собственно, лаг, как сумма, нам дает мало представления о пространственном распределении явления, потому что в данных весах присутствует разное число наблюдений, поэтому стоит ориентироваться на стандартизированный пространственный лаг, как среднее. Мы видим, как по мере удаления от Манхэттена, то есть включение в число соседей вначале только непосредственных соседей острова, потом также и соседей второго порядка, и, наконец, всех графств штата растут показатели Трампа. Расчет медианного пространственного лага и учет значения в анализируемой ячейке в самом Манхэттене дали почти такие же результаты во всех трех весах соседства, что можно считать подтверждением валидности наших выводов. Картографируем распределение пространственного лага с помощью алгоритма разделения на естественные интервалы. Для этого мы воспользовались матрицей соседства V1 и стандартизированным пространственным лагом с учетом значения в анализируемой ячейке. Именно последнее позволяет сравнить данные с простой картограммой распределения голосов за кандидата. Пространственный лаг позволил усреднить значения по территории, представить электоральные результаты в виде последовательных изолений. На рисунке, представленном в печатной и электронной версиях аудиокниги, диаграмма изображает динамику изменения пространственного лага поддержки республиканского кандидата по порядкам соседства. На ней за нулем по оси Х задан уровень поддержки в Манхэттене, а далее по оси Х стандартизированный пространственный лаг поддержки кандидата в первом, втором и так далее, десятом порядках соседства, рассчитанных в порядке удаления от острова без учета ниже стоящих порядков. Мы видим тенденцию увеличения уровня поддержки вплоть до третьего порядка, а потом данные стабилизируются. Пространственный лаг дает представление об относительных в пространстве показателях. Обратим на них более пристальное внимание. Рисунок, представленный в печатной и электронной версиях аудиокниги, отображает уровень смертности в странах Южной Азии. Анализ картограммы позволяет сделать вывод о том, что наиболее сложная ситуация сложилась в дельте реки Ганг. Этот вывод будет неправильным, потому что мы использовали пространственно-экстенсивную переменную — количество смертей на один квадратный километр. На самом деле данный регион характеризуется самой высокой плотностью населения, поэтому для грамотного анализа требуется использовать пространственно-интенсивную переменную, например, отношение количества смертей на тысячу человек на одном квадратном километре. Расчет пространственно-интенсивных показателей позволяет нам оценить ситуацию в одной точке пространства относительно ситуации в других. В электоральной географии мы, как правило, имеем дело именно с пространственно-интенсивными величинами отношением числа, отдавших голос за кандидата или партию, О, к общему числу проголосовавших, П. Скажем, для региона И доля кандидата будет рассчитываться как РИ, равная ОИ, деленная на ПИ. Долю по стране можно представить не только как О, деленная на П, но и как отношение сумм поддержки во всех регионах к сумме избирателей во всех регионах. Пространственное взвешенное отношение для региона можно рассчитать, действуя по той же логике, используя матрицу соседства и зная значение кандидата и общее число голосов в каждом из соседних регионов. Обычно учитываются и значения в самой ячейке. На картограмме естественных интервалов, которую вы найдете в печатной или электронной версии аудиокниги, изображено отношение числа голосов за республиканского кандидата в 2012 году не к числу бюллетеней в графстве, а к общей оценочной численности населения. То есть мы можем сделать вывод не только о поддержке кандидата, но и об уровне явки. В то же время на картограмме естественных интервалов изображено такое же отношение, но пространственно взвешенное, с весами V1. Важным следствием из концепции пространственного лага является также представление о пространственном окне возможностей. Набор значений переменной у соседей может использоваться для вероятностной оценки распределения явления.